книга открытым оком том 12 вопрос 2687 владыка что вы можете сказать о самосожжениях которыми кавычках прославились старообрядцы прошлых веков ответ старообрядческого митрополита олимпия цитата после никоновских реформ государством были развернуты страшные гонения на старообрядца так в 1685 году в правление царевны софьи были изданы 12 статей о раскольниках один из самых жестоких законов в российской истории там был например такой пункт даже если некоторые особо опасные старообрядцы присоединяться господствующей церкви исповедуются и примут причастие от официального священника то все равно их надо казнить смертью без всякого милосердия то есть казнить смертью без всякого милосердия это в кавычках ряд цитата причем казнить через сожжение так в россии была введена практика западной инквизиции естественно что этого зверства что естественно от этого зверства люди бежали в леса за границу были и самосожжение выбор то ведь небольшой или тебя сожгут или ты сам себя сожжешь но только в первом случае перед сожжением могут пытками вырвать отречение от старой веры так лучше уж умереть в вере чем предателям по смерти то отвечать пред богом многие и поныне считают это тупым фанатизмом но знаете ли например вы что в 1721 году был указ синода которым совершенно спокойно в каждой российской епархии церковной области вводились цитата епархиальные инквизиторы конец цитаты а над ними еще и в кавычках взята про то инквизиторы сегодня об этом говорит только солженицын и мы весьма ему благодарны он не старообрядец но к нам относится с большой симпатией и вообще написал немало правды о церковном расколе и старообрячестве ответ митрополита комментирует игнатий тихонович лапкин нельзя дать лучшего о себе свидетельства что ты не евангельский христианин чем этот ответ олимпия самоубийство так и считают правым актом евангелие от мотфея 15 14 оставьте их они слепые вожди слепых а если слепой ведет слепого то оба упадут в яму галатам 521 ненависть убийство пьянство бесчинство и тому подобное предваряю вас как и прежде предварял что поступающие так царствие божие не наследует вторая книга царств 17 23 и увидел ахитофел что не исполнен совет его и оседлал осла и собрался и пошел в дом свой в город свой и сделал завещание дому своему и удавился и умер самосожженцы это последователи ахитофела врага своей жизни потому что не по его сценарию стали развиваться события но самосожженцы это последовательно Продолжение следует...